Боль в колене может быть острая, ноющая, тянущая. Возникает она обычно в один момент, а причин может быть масса. Когда у человека усиливается боль, он обычно отправляется в аптеку. Ведь именно там ему могут подобрать нужное средство. Посмотрим, что на этот раз предложит провизор мне. Уже четвёртый день колено ноет, и на даче переработал, спортом, в общем, не занимался. Что посоветуете? Мы с вами будем действовать в нескольких направлениях. Первое – нам надо с вами снять боль. Разогревающая мазь – это у нас с вами НПВС, противовоспалительное, болеутоляющее средство. Это у нас с вами охлаждающий, вот даже лёд нарисован. Я вам рекомендую попринимать хондропротекторы. Это глюкозамин и хондроэтин. Это непосредственное влияние на ваш сустав. Коленный сустав не только самый крупный в организме человека, но и самый сложный. Он окружён мышцами, сосудами, нервами и связками. Любая его часть может быть повреждена. Чтобы узнать, какие из купленных препаратов помогут при боли в колене, мы обратились к травматологу-ортопеду. Прежде чем идти в аптеку за препаратами, необходимо определиться с характером боли в суставе. Болей бывает всего три типа. Первое – это травматическое, когда болевому синдрому предшествует травма. Ушибы, растяжение связок и мышц – это механические повреждения внутренних тканей. В таких ситуациях в качестве первой помощи можно использовать охлаждающие средства. Когда возникают микронадрывы связок, по сути, возникает локальное небольшое кровотечение. И первое, что нужно сделать – остановить кровотечение охлаждением мягких тканей. Это отличное средство первой помощи при растяжении. Лечение при ушибе и растяжении не ограничивается использованием замораживающего спрея или льда. После того, как острая боль прошла, важно добавить противовоспалительные средства. Они помогут повреждённым тканям восстановиться. Такие мази хорошо подойдут в случае с острой травмой спустя сутки-двое от момента травмы, когда активное кровотечение уже прекратилось, и нужно снимать локальное воспаление, локальный болевой синдром. Мышечные спазмы – ещё одна причина болей в коленном суставе. К ним приводят перенапряжение во время интенсивных нагрузок. Разогревающие мази – вот что поможет в этом случае. Такая мазь на основе действующего вещества красного перца капсоицина собственно с этой целью и создавалась. Чтобы максимально разогреть, расслабить мышцы и тем самым уменьшить болевые ощущения. Хорошо, а как ей правильно пользоваться? Во-первых, избегать попадания мази на слизистые, то есть в рот, в глаза. Во-вторых, обязательно пользоваться, можно даже перчатками и обязательно аппликатором, наносить тонким слоем, и лучше всего не чаще, чем один раз в 2-3 дня, потому что единожды нанесённая мазь действует в течение нескольких суток. Противовоспалительные и разогревающие препараты помогают и при острых фазах остеоартрита. Это третья причина болей в колене. Однако в этом случае её источником становится разрушение суставного хряща и изменение костной ткани. Поэтому в долгосрочной перспективе нужна системная терапия и обследование у ревматолога. Характер боли при остеоартритах такой же, как при спазмах и растяжениях, но это заболевание проявляет себя и дополнительными симптомами. Например, увеличением сустава в объёме, когда в суставе скапливается жидкость. Изменением конфигурации сустава, когда косточки вырастают там, где их раньше не было, так называемые экзостозы. При комплексной терапии таких состояний часто назначают хондропротекторы. Хондроитин и глюкозамин в их составе якобы проникают в суставной хрящ, замедляют его деградацию и облегчают боль. Такие препараты нужно принимать несколько месяцев, а в аптеке придётся оставить от 3 до 15 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова